Ой, это у вас в два раза больше, чем уезжала. Диванчик. Вон я его вижу. Я ехал изначально вот за этой вот херовиной. А привез диванчик, это же круто. А чего вы едете и гремите, как будто у вас там просто что-то, что гремит? Мы не скажем, что у нас гремит. Две торпеды. Две торпеды? У тебя машина разваливается. Отваливается. Ой, подожди, у меня ASMR. Отвали от машины. Ну. А, правда торпеды. Это значит сегодня будет доварена дверь. Прекрасно. А что это за покрышка? Это мне? Мне тоже? А если из нее качельку для елки сделать? Я тебе две дам. Три. Иди в жопу, блядь. Глядь. Я их просто хотел недавно выкинуть. Вот так и сделай. Я их уже проговорил. Давай, давай. Качельку для елки. Ну, у нас здесь только одна пока. Ну, я вижу. В жопу идите оба. Надо только придумать, чтобы под ее тяжестью не обвалился вольер. А вы его тут не протащите. Я пойду открою вам дверь. Охранник такой радуется, да? На нем буду я сидеть, а не сова. Вот сюда. По-моему, его кверх ногами. Ну, ладно. Разум. Верх написано, на стрелочке стоят вверху. Да? Хорошо. Нет, может, я там упаковали кверх ногами? А у тебя есть колесо от комбайна? Нет. Черт. Комбайна нет. Ну-ка. Ну, вообще у комбайна разные колеса. Большие. Вот такие, которые такие большие. Нет. Ты как будто всю жизнь на распаковках работал. Подушки. Подушки? Подушки. Ой, они это отдельно. Тогда их надо вот аккуратно. Главное, чтобы не в ведро с водой. Не в ведро. Это матрасик. А, ты будешь подорачивать. Ё-моё. Ой, а он прям конструктор икея. Бери сам. Вот инструкция. Ничего себе. Ну, по идее, его еще покрасить, но это, наверное, потом можно, да? Диван. Всего два листика. Что-то я не люблю до полцов. Вот они. Так мало. А, ну вот эти. Вроде это. Это прям матерая болты-то наша северная сталь. Обычные там летячники как-то покладывают. Внутри, по-моему, какие-то что-нибудь такие. Как оно все строилось. Ну, на вид оно распилено аккуратненько, да? Береза вроде. Ну, пока не будем к стенке придвигать. Надо только посмотреть, как это будет выглядеть. Взяли? С матрасиком. Ну, вот. Я уберу этот стеллаж. Чуть-чуть. Что сделано так, что он вот такой? Не знаю. Ну, здесь будет... Матрас, давай, не даст его сделать? Да, сделай в такое же положение, как там. А у матраса сторона обе лицевые. На одинаково. Да. Ну, здесь есть пара подушек. Да. Вот так, спинки вот. Ура, диванчик! Ну, как раз вот этот стеллажик убрать, он туда вот вмещается в таком положении. У меня есть вопрос. Какой? А на хрена? Что? Ну, садись. Ну, садись. Ну, садись надо ломать так сразу и все. Ну, так-то вроде ничего. Что? Наверное. Что? А зачем? Такое. А зачем он не в гараже, да? В гараже? Ну, точно, да. Какой-то классный. А что? Это мои? Это мои. А твои? Ну, вообще. Почти помещаюсь. Даже так. Раз, это пришел полежать. Ха-ха-ха. 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 Сейчас я его еще попробую покрыть морилочкой. Надо сначала только проверить, не сдохла ли она за год. Да вообще, что ей будет-то? Наверное, ничего. В общем, долгожданный мой диванчик, который не тот, который я заказывала полтора месяца назад. Это вообще, на самом деле, история такая. Неприятная получилась. На зоне. Нашла диванчик полтора месяца назад. Заказала. Типа, там не доставляется ваш регион. Доставка может быть оплачена отдельно. Ладно. Доставка с ДЭКом. Плюс 1900 рублей за доставку. Нажимаю. Все. Заказано. Оплачено. Придет 19-22 июля. А заказ был в июне, в середине. Лучше-то где? Вот. Я, ну, жду-жду. Вот. Там уже написано, что заказ передан. То есть, где-то 16-го июля заказ. Или июня. Июня 16-го заказ. Типа, передан в доставку. Жду-жду-жду-жду. Все еще в том же положении у СДЭКа написано, что он в доставку передан. И ничего не шевелится. Уже 22-е июля. Пишу отправителю. То есть, связываюсь с продавцом. Говорю, где типа диванчик? Почему мне ничего там не пишет, не шевелит? Он говорит, ничего не знаю. В транспортную компанию заказ передан. Типа, у них надо узнавать. Я, говорит, узнаю, что у них. Пишет, что узнает. Я говорю, хорошо. И он мне не отвечает. Больше не пишет. То есть, узнал он, не узнал. При этом на следующий день у меня меняются уже сроки доставки вместо 19-22. То есть, срок доставки меняется на 24-30. Вот сегодня, кстати, 1 августа. Вот. Я дождалась до 30-го числа. Ничего не изменилось. Я опять пишу, где. Он говорит, все передано в транспортную компанию. Ну, я могу узнать. И опять перестает мне что-то писать, конкретно отвечать. Тем временем я уже два раза успела сходить в СДЭК. В СДЭКе мне говорят, что да, у них приносили им, значит, оформили накладную. Ну, как вот эту транспортную. Передали в доставку. А потом, через какое-то время, через пару дней, отправитель пришел и забрал вот этот вот товар, который должны были отправить. И как бы все. Я так ничего себе говорю, а почему у меня статус стоит вот такой передан на доставку. Говорит, ну, наверное, это сбой приложения. В итоге, у меня сестра моя, Маша, в очередной раз звонит в СДЭК, пытается, то есть в каком-то чате пишет. С трудом нашли чат, в котором можно написать. Пишет, они говорят, посмотрели, ну, сказали, что да, забрали этот товар. И мы просим отменить, потому что, чтобы сделать возврат средства в Озоне, товар, ну, как бы, мне не было кнопки сделать возврат средств, потому что товар был в доставке. Вот. Значит, СДЭК нам исправляет то, что товара у них нет, то есть доставка отменена. Озон возвращает сумму за диванчик и сумма, которую я заплатила за доставку, 1900 рублей, мне не возвращается. То есть возвращается только сумма за сам диван. Вот. Опять пишем с вопросом СДЭК. Они говорят, ну, мы создали, значит, заявку на отмену доставки. В течение двух дней средства должны вернуться. Вам надо обратиться к отправителю, чтобы у него эти средства забрать. То есть эти средства возвращаются к отправителю, а не ко мне, как оплативший доставку. Я пишу отправителю и вот с этим вопросом, и пока мне никаких ответов и приветов нет. То есть я деньги за доставку, которая не состоялась, еще не получила. И вот я не знаю, получу или нет, как бы мы ждем два дня. То есть в среду, получается, был этот вопрос. Ну, то есть ночью в среду, да, и получается вчера, сегодня, ну, по идее, завтра. Ждем, значит, что из этого выйдет. Если из этого не выходит ничего, то получается, что это какая-то мошенническая схема. Но я крайне негодую как раз по поводу вот этой вот фигни, с какого хрена там даже, если это не мошенники, почему забрали товар из доставки, мне ничего не сказали. И это все висело. При этом как бы у продавца куча хороших отзывов. Я именно поэтому туда как бы и заказала. Отзывы хорошие, все радуются. Вот. Но в тот момент, когда мне с Азона вернули за предыдущий заказ деньги, я открываю другое объявление с точно таким же диванчиком. Практически за ту же сумму, который приедет за два дня и с бесплатной доставкой. И вот он здесь, он приехал меньше. То есть я заказала его 30-го числа, доставка была написана будет 2-го, а он уже сегодня 1-го приехал. И вот он, пожалуйста, точно такой же диванчик. И, ну, когда я тот заказывала, в объявлениях не было вот этой вот. И прям я вообще... Вы представляете, полтора месяца я ждала и получила нифига. И, возможно, что потеряю вот почти две тысячи рублей. Пока непонятно. Но даже если их вернут, то это какая-то просто непонятная нервотрепка. И, ну, так не делают. Что это? Почему? Если кто-то... Причем с Азоном хрен свяжешься. Вот. Ну, в общем, ждем. Сейчас я буду красить этот диванчик. Надо было, конечно, отдельно его покрасить, наверное, пока разобранный был. Ну, ладно. Мы просто торопились. Ну, я довольна. В общем, я вот этот стеллаж как раз, как и планировала, я уберу. Я, правда, не знаю, куда его поставлю. Он тут так хорошо вписывается. И диванчик будет стоять вот здесь. Вот так вот он туда будет. Вот эти спинки у него раскладываются. Вот так. То есть его можно еще использовать как спальное место, в принципе. Вот так вот. для человека не выше меня. То есть он 175 сантиметров, по-моему. Или... А, нет, он 190 получается в ширину. Вот. В принципе, вообще клево. Матрас очень такой мягкий, приятный. Пока... Пока не отсиделый. Вот. Единственное, вот когда он такой, на край тут нельзя садиться. Вот. И он вот таким движением делается обратно. Вот. А... Называется садовый диван. Такой. Мне на картинке понравилось. И, в общем-то, вполне себе ничего так, да. Просто легкая такая конструкция как раз сюда вписывается. Здесь будет диванчик. Вот здесь, я думаю, будет стол. А... Чайник. И тут, в принципе, можно жить. С лучиком. Дверь открываешь и живешь с лучиком. Вот. Не это там,��лиou с нульник? Нет, есть. Продолжение следует. То есть, ребята, кроусь подозревали в или звездом...